Зал в Искре стал уже родным для спортсменов. Здесь тренируются как паралимпийцы, готовятся к Олимпиаде так, и те, кто, несмотря на несовершенство своего тела, решили посвятить себя спорту. За 10 лет, которые существуют здесь сообщества одинцовских инвалидов-спортсменов, еще ни разу спартакиада не отменялась. Напротив, организаторы хотят, чтобы спартакиада проходила в несколько этапов, поскольку с каждым разом становится все больше желающих принять участие. На открытии присутствовал Олег Демченко, заместитель председателя комитета по делам молодежи, культуре и спорту. Он поблагодарил волонтеров за активное участие и помощь в организации мероприятий по адаптации инвалидов к обычной жизни. Помимо этого, Олег Иванович отметил важность работы тренеров и врачей. Благодаря им эти люди чувствуют себя комфортно. В спартакиаде участвовало 70 человек, это еще не рекордная цифра. Спорт популярен среди людей с ограниченными возможностями. По традиции, спартакиада поделена на несколько дисциплин. Армрестлинг, жим от груди и дартс. Один из одинцовских паралимпийцев, капитан сборной России по слэш-хоккее Вадим Селюкин, также занимается в этом зале. В этот раз он не смог принять участие в спартакиаде. Они с командой выступают в Ханты-Мансийске. Начали! Давай, давай, Савел! Топ! На будущий год у этих спортсменов большие планы. Городская администрация выделила деньги на различные спортивные инициативы, чтобы поддержать как наших паралимпийцев, так и людей с ограниченными возможностями, которые стремятся заниматься спортом. Восемь лет мы бесплатно здесь, безвозмездно тренировались. С 2013 года нам выделила администрация деньги специально для тренировок в этом зале. То есть тренажерный зал, потом зал борьбы. Для слепых и слабослышащих у нас в зале борьбы будет дзюдо. Вторник, четверг, суббота с 11 до 13.00. Это последнее спортивное мероприятие, проходящее в этом году. Все остались довольны как самой спартакиадой, так и обещанием представителей спорткомитета о дополнительной поддержке одинцовских инвалидов. Георгий Алышев, Евгений Муралев, телекомпания Одинцова.